Вторая книга Моисеева. Исход. Глава двадцать первая. Вот божественные указания, которые ты должен им объявить. Если ты купил в рабы себе еврея, пусть он работает на тебя шесть лет, а в седьмой год он вправе обрести свободу без выкупа. Если он пришел один, пусть один и уходит. А если он был женат, то и жена его уйдет с ним. Если же его хозяин дал ему жену, и она родила сыновей или дочерей, то жена и ее дети остаются у хозяина, а раб тот пусть уходит один. Но если раб заявит, я предан своему хозяину и люблю свою жену и детей, не хочу я воли, пусть хозяин приведет его к судьям, чтобы те выслушали его, а затем подведет его к двери или к косяку дверному, и в знак того, что тот остается рабом его навсегда, проколет ему ухо шилом. Когда же продаст кто-то свою дочь в рабство, то она не сможет уйти на волю, как уходят рабы-мужчины. Если ее хозяин, который думал взять ее себе, стал недоволен ею, пусть позволит родным выкупить ее. А продать ее на сторону он не имеет права, когда сам поступил с ней вероломно. Если он решит отдать ее сыну своему, то пусть обходится с ней, как с дочерью. Если же возьмет себе другую жену в жены, то первую не смеет он урезать в правах, лишить пищи, одежды и супружеских отношений. И если он не станет исполнять эти три обязанности, она вправе уйти от него, стать свободной без всякого выкупа. Всякий, кто ударит человека так, что тот умрет, должен быть предан смерти. Однако, если у совершившего убийства не было умысла злого, а Бог попустил такому случиться, то убийца может скрыться в местах, которые я определю вам. Того же, кто ближнего своего убьет намеренно, коварно напав на него, предай смерти, хотя бы он и убежал к жертвеннику моему и искал под для него защиты. Всякий, кто ударит своего отца или свою мать, должен быть предан смерти. Смерти должен быть предан и всякий похититель человека, продал ли он его или еще держит у себя. Всякий, кто бесчестит и оскорбляет отца или мать, должен быть предан смерти. Если случится так, что в пылу ссоры один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, а только сляжет в постель и через время сможет вставать и выходить из дома, хотя бы опираясь на костыль, то ударивший его не будет нести за это наказание. Однако он должен заплатить пострадавшему за потерянное тем время и покрыть расходы на его лечение. Если хозяин ударит палкой раба или рабыню, и смертельным окажется тот удар, то хозяин должен быть наказан. Но если раб или рабыня проживут день или два после этого, то наказания за них не будет. Раб — собственность хозяина. Если мужчины во время драки, сами того не желая, толкнут беременную женщину и случится выкидуш у нее, но иного вреда ей не будет, то с виновного должно взять денежное возмещение, столько, сколько потребует с него муж той женщины, и как то решат судьи. Но если с самой женщиной что-то случится, то придется за жизнь заплатить жизнью. Ибо око за око, зуб за зуб, и за руку рука, за ногу нога. Ожог за ожог, и за рану рана, за ушиб ушиб. Если хозяин повредит глаз у раба или рабыни, избивая их, то за глаз поврежденный он должен отпустить их на волю. Так же, если он выбьет зуб у раба или рабыни, то должен отпустить их на волю за этот зуб. Если чей-то бык насмерть забодает мужчину или женщину, то быка надлежит забить камнями, и мясо его есть нельзя. Однако вины хозяина быка при этом нет. Если ж бык и дотоле был бодлив, и хозяина предупреждали об этом, то хозяин виновен в том, что не досмотрел за быком, допустив, чтобы тот забодал человека. Скотину тогда надлежит забить камнями, а хозяина смерти предать. Если все же эту казнь ему заменят на денежный выкуп, то он должен дать такой выкуп за свою жизнь, какой с него потребуют. Так же следует поступить с ним, если его бык забодает мальчика или девочку. Но если забодает бык раба или рабыню, то хозяин быка должен уплатить их хозяину тридцать шекелей серебра, а быка нужно забить камнями. Если кто-нибудь раскроет прежде выкопанную яму для воды или выкопает новую яму и не закроет ее хорошо, а туда упадет чей-то бык или осел, то виновный должен будет возместить потерю серебром, но туша животного останется ему. Если чей-то бык насмерть забодает соседского быка, пусть продадут живого быка и деньги разделят пополам, так же, как и тушу животного. Но если уже было известно, что бык бодлив, а хозяин не досмотрел за ним, то он должен отдать своего быка за погубленного, а тушу животного может взять себе. Глава двадцать вторая. Если кто украдет быка или овцу и заколет или продаст их, должен будет отдать пять быков за одного украденного и четыре овцы за одну украденную. Если вор, пытавшийся проникнуть в дом ночью, был схвачен на месте преступления и от удара ему нанесенного умер, это не считается убийством, караемым по закону. Но если такое случилось после восхода солнца, убивший повинен в пролитии крови. Однако если вор остался жив, он должен заплатить за урон, а если заплатить ему нечем, следует самого его продать в уплату за украденное. Если краденое, будь то бык, осел или овца, будет найдено у вора живым, он должен заплатить вдвойне. Если потравит кто чужое поле или виноградник, пустив туда пастись свой скот, тот должен возместить ущерб лучшей частью урожая с поля или виноградника своего. Если кто-то разожжет у себя огонь и пламя охватит посаженный на меже терновник, так что и у соседа сгорят отдельные снопы хлеба или часть хлеба на корню или все поле, тот, по чьей вине возник пожар, должен возместить ущерб. Если отдаст кто-либо деньги или ценные вещи своему соседу на хранение и они будут украдены у того из дома, то вор, если он будет пойман, обязан заплатить вдвое. Но если вор не пойман, то принявшего вещи на хранение надо привести к судьям, чтобы выяснить, не присвоил ли он собственность ближнего своего. Если спор возникает по поводу собственности, будь то бык, осел, овца, одежда или нечто найденное, что своим считает и один, и другой, то дело должно быть представлено судьям. Кого признают они виновным, тот и обязан заплатить ближнему своему вдвойне. И если отведет кто-то к ближнему своему осла, быка или овцу, или еще какую скотину, чтобы тот присмотрел за ней, а скотина та погибнет, или покалечится, или при набеге каком угнана будет, так что никто того и не увидит, тогда присматривавший за животным должен поклясться пред Господом, что не присвоил он собственность ближнего своего, а хозяину придется признать эту клятву, хотя и не будет ему никакого возмещения. Но если скотина украдена была у того, кто смотрел за ней, он должен заплатить за нее хозяину. А если животное будет растерзано зверями, пусть тот, кому припоручен был скот, в подтверждение представит его останки, за растерзано платить не придется. Если кто-либо возьмет у ближнего своего скот для хозяйственных нужд, а животное в отсутствии хозяина будет покалечено как-то или вовсе умрет, тогда пользовавшийся этой скотиной должен заплатить за нее. Если же хозяин сам был свидетелем порчи или гибели своего скота, тот, кто брал его, платить не будет. Однако же, если скот был за плату передан, то пользование им должно быть оплачено. Если кто-то обольстит необрученную девицу, он должен дать за нее выкуп родня, а ее взять в жены. Если же отец девицы не согласится выдать ее за совратителя, тот, тем не менее, должен будет заплатить серебром столько же, сколько требуется при выкупе девушки. Не оставляй в живых колдунью. Скотоложец тоже должен быть предан смерти. Всякий, приносящий жертвы не Господу, а другим богам, непременно должен быть уничтожен. Человека пришлого не притесняй, не угнетай его. Ведь и сами вы были людьми пришлыми в Египте. Вдову и сироту тем более не притесняй. Если будете их притеснять, то, когда они воззовут ко мне о помощи, я непременно услышу их вопль. Воспылает гнев мой на вас, сражу вас мечом, и вдовами станут жены ваши, а дети сиротами. Если взаймы дашь кому-либо из народа моего, бедняку, что живет рядом с тобой, не поступай с ним, как ростовщик, не требуй с него процентов. Случится тебе взять у ближнего твоего в залог одежду, во что бы ты ни стала, до захода солнца возврати ее, ведь она то единственное, что прикрывает тело его, в чем спать ему ночью, и если воззовет он ко мне о помощи, услышу его, ибо я милосерден. Бога не хули, и начальствующего в народе твоем не поноси. Немедли с приношениями от полноты урожая хлебного поля своего и потока до вильни своей. Сыновей первенцев своих в служение мне отдавайте. Вы также должны отдавать мне и первородные скота, крупного рогатого и мелкого. Семь дней пусть животное побудет с матерью своей, а в восьмой приводи его ко мне. Святыми должны вы быть у меня, а потому мясо животных растерзанных в поле не ешьте, собакам выбрасывайте его. Псалтырь Псалом 36 Псалом Давида Не огорчайся, глядя на благополучие злодеев, и преступникам не завидуй. Как трава они скоро засохнут, как зелень на поле увянут. Положись на Господа и делай добро, живи на земле и храни верность Богу. Господь пусть будет радостью твоей, и даст Он тебе, что сердце твое пожелает. Придай Господу путь твой, доверься Ему, и Он действовать будет. Праведность твою Он сделает явной, как день ясный, справедливость очевидной, как солнце в полдень. Спокоен будь в Господе, возложив на Него надежды свои. Пусть не беспокоит тебя то, что строящий козни ближним удачлив в делах своих. Перестань гневаться, ярость свою оставь, не раздражайся, это лишь к злу ведет. Ибо делающие зло истребятся, а уповающие на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивца, посмотришь туда, где Он был, там Его нет. А землю наследуют кроткие, и во всей полноте благополучием насладятся. Нечестивец злое против праведника замышляет, скрижещет на него зубами, но Господь смеется над нечестивцем, видит Он, что приходит для того день расплаты. злодеи обнажили мечи свои, натянули луки свои, чтобы сразить угнетенного и бедного и убить непорочно живущего. Мечи их в их же сердца и вонзятся, луки их сломаются. То малое, что есть у праведника, лучше, чем изобилие многих нечестивцев, ибо сломлено будет сила нечестивых, а праведных Господь поддержит. Господь каждый день заботится о непорочных, наследие их вечно. Не останутся они в стыде в трудное время, в дни голода насыщены будут. А нечестивые погибнут, и с врагами Господа случится то же, что с великолепием пастбищ в зной исчезающем, как дым исчезнут они. Нечестивый берет взаймы, но долг не возвращает, праведник же щедро дает. Ибо Богом благословенные землю наследуют, а проклятые им истребятся. Господь радуется пути человека праведного и укрепляет его шаги, хотя и упасть тот может, не разобьется. За руку поддержит его Господь. Был я молод и состарился, но не видел праведника Богом покинутого, и потомков его просящих хлеба. Всегда он щедр, взаймы дает, потомки его благословения для окружающих. Уклоняйся от зла и делай добро, всегда будешь жить в мире. Ибо любит Господь справедливость и верных слуг своих не покинет. они защищены навеки, а потомки нечестивых истребятся. Праведники наследуют землю и вечно будут жить на ней. Уста праведника мудрость изрекают, язык его верное говорит. Закон его Бога в сердце его и шаги его тверды. Нечестивый подстерегает праведника и жаждет убить его. Но Господь не отдаст праведника в руки нечестивого и не даст обвинить его на суде. Надейся на Господа, держись пути его, он возвысит тебя, дабы ты наследовал землю, а нечестивые на глазах у тебя уничтожены будут. Видел я нечестивца над ближними насилие чинившего, возвышающегося как раскидистое дерево на почве родной. А вот когда опять я мимо проходил, его уже не стало. Как ни искал, найти его не смог. Но посмотри на непорочного, вглядись в человека честного, есть будущее у человека мирного. Отпавшие же от Бога все до одного уничтожены будут, лишены будущего нечестивцы. Спаситель праведных Господь, Он их прибежище в день бедствия. Поможет им Господь и избавит их, избавит их от нечестивых, и спасет их, они нашли в нем прибежище. Деяния апостолов глава восьмая Среди тех, кто одобрял его убийство, был Исавл. С того самого дня начались жестокие гонения на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по Иудее и Самарии. Благочестивые люди похоронили Стефана и горько оплакали его. Асавл тем временем пытался уничтожить церковь. Идя из дома в дом, он хватал верующих мужчин и женщин и предавал заточению. Тем временем рассеявшиеся ходили повсюду и проповедовали благую весть. Филипп, придя в один из городов Самарии, начал проповедовать там Христа. Толпы людей с особым вниманием относились к тому, что говорил Филипп, потому что слышали о знамениях, совершаемых им, и сами видели их. Нечистые духи выходили с громким воплем из многих одержимых, и многие парализованные и хромые были исцелены. И в городе том была великая радость. Там с некоторых пор жил человек по имени Симон, который занимался магией и тем поражал жителей Самарии. Он выдавал себя за человека совершенно необычного. Все от мала до велика слушали его внимательно. Этот человек, говорили они, сила Божия, та, что зовется силой великой. Горожане слушали его, потому что долгое время он изумлял их своим чародейством. Но когда они поверили Филиппу, возвещавшему благую весть о Царстве Божием и об имени Иисуса Христа, то приняли крещение и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон. После своего крещения он не отходил от Филиппа и изумлялся, видя совершающиеся великие знамения и чудеса. Когда апостолы в Иерусалиме услышали, что Самария приняла Слово Божие, они послали к ним Петра и Иоанна. Те пришли и помолились о том, чтобы уверовавшие получили Духа Святого, ибо Он еще не снизошел ни на одного из них. Они были только крещены во имя Господа Иисуса. Затем Петр и Иоанн возложили на них руки, и те получили Духа Святого. Симон же, увидев, что Дух Святой дается через возложение рук апостолов, предложил им деньги, говоря, дайте и мне такую силу, чтобы тот, на кого я возложу руки, мог получить Духа Святого. Ты думаешь, что за деньги можно приобрести дар Божий? поразился Петр. Серебро твое сгниет с тобой вместе. Нет у тебя в этом деле ни части, ни доли. Видит Бог всю неправоту сердца твоего. Покайся в этом грехе своем и помолись Господу, чтобы худое намерение сердца твоего было тебе прощено, ибо вижу я, что ты исполнен желчи и узы нечестия участь твоя. Вы сами помолитесь за меня Господу, попросил Симон, чтобы ничто из сказанного вами не постигло меня. Когда Петр и Иоанн засвидетельствовали о Господе и поделились Его словом, они пошли назад в Иерусалим, по пути во многих селениях самаритянских, возвещая благую весть. Ангел Господень, явившись Филиппу, сказал, «Встань и иди на юг по той пустынной дороге, что ведет из Иерусалима в Газу». Филипп поднялся и пошел. И вот на этой дороге он встретился с человеком из Эфиопии, Евнухом. То был сановник Кандаки, царицы Эфиопской, ее казначей, приезжавший в Иерусалим для поклонения. Он возвращался домой и, сидя в своей колеснице, читал пророка Исайю. Дух сказал Филиппу, «Подойди к колеснице и держись ее как можно ближе». Филип подбежал к колеснице и, услышав, что Евнух читает пророка Исайю, спросил его, «Понимаешь ли то, что читаешь?» «Как могу я это понять без помощи знающего человека?» ответил тот и пригласил Филиппа взойти и сесть с ним. А читал он вот какое место писания. «Как на земле жизнь его?» «Прошу тебя, скажи мне, о ком это пророк говорит?» спросил Евнух Филиппа. «О себе ли или о ком-то другом?» Тогда Филипп отверз уста и, начав с этого текста писания, поведал ему благую весть об Иисусе. Продолжая путь, они приблизились к месту, где была вода, и Евнух сказал «Видишь, вот вода, что препятствует мне креститься?» И сказал ему Филипп «Если веруешь от всего сердца, можно». Он же сказал в ответ «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий, и приказал он остановить колесницу. Затем оба они, Филипп и Евнух вошли в воду и Филипп крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Господень унес Филиппа. Евнух его больше не видел, но продолжал свой путь радуясь. А Филипп оказался в Азоте, проходя по тем местам, он возвещал благую весть во всех городах, пока не достиг Кесарии. Кесарии.